Сегодня у нас с вами, друзья, 21 ноября 2023 года. А вчера, 20 ноября, Буэнос-Айрес, Аргентина, разразились с таким огромным потоком новостей и эмоций. Эмоции здесь основное. Ксавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, вдруг выиграл президентские выборы, пришел первым, и Аргентина ликует. Вот это ликование Аргентины я могу сравнить разве лишь с тем, когда Эвита Перрон, ну это какие годы, да, это волос черных полковников, и вот когда Эвита Перрон выступала, и вся страна Аргентина ей рукоплескала. Она держала внимание Аргентины на себе, мать нации. Сегодня пришел удивительный человек, который, ну матерью нации, конечно, его точно не назовешь, ему 52 года, он экономист по образованию, и решил им стать еще с юности, как он говорит. Ну, про юность нам это, друзья, конечно, не надо вешать лапшу на уши в юности. Это, конечно, когда ты выбираешь университет, тогда да, родители решают, ты решаешь, и как это все будет, и ты переживаешь, в общем, определяешься в своих задачах на будущее. Тем более, когда ты из такой семьи. Мне даже не надо рассказывать, я не читала новостей, из какой семьи этот человек. Такой с львиной гривой, с бэкенбардами, как у Элвиса Пресли. Это просто какой-то лев на арене, но вдобавок еще с рыжими бровями, с голубыми глазами, но чистый ариец, так можно сказать. Ариец, конечно, ариец. А вы думали, в Аргентине допустят кого-то иного? О, друзья, нет, это еще во времена черных полковников возможно было. Но теперь, теперь уже те, кто держит власть в Аргентине, ничего не боятся. А чего им бояться? Они то в кризис, то вверх Аргентину кидали. Но вот Аргентина была последнее время в глубоком кризисе, в большой кроличьей норе. Интересно, что этот самый Милей, он по своей сути, по жизни, очень схож с нашим Владимиром Путиным. У него нет жены, у него нет семьи. Он ничего не говорит о своих родителях, но это как раз, чтобы их не обозначать. Хотя вот на последнем туре голосования родители-то как раз были рядом с ним. А так он говорил, что он с ними не общается, типа того, что с ним жестоко в детстве обращались. Но у кого в детстве были другие родители? Со всеми детьми родители жестоко обращаются, во всяком случае, с 90%. Обычно это так дети для себя решают. Да, строгости родительские иногда не знают границ, и поэтому дети так всегда обижаются на родителей. Итак, правая рука и самое доверенное лицо Ксавьера Милея была сестра Карина. Сестра Карина блондинка, конечно, арийка, конечно, но очень некрасивая, на мой взгляд. Ну, это, друзья, как сказать, да? Во всяком случае, он за нее держится, как за мать родную. И когда он говорит о ней, говорят, что у него прямо слезы выступают на глазах. Ну, вот такой сентиментальный оказался рыжий парень. И этот сентиментальный парень обещает о Аргентине. Он вообще крайне правый политик. И он обещает радикальные изменения в сфере экономики и социальной сфере. И он также является сторонником долларизации экономики Аргентины. И упразднения Центрального банка. Центральный банк – это целая серия, сеть, вернее, сеть банков, которые держат все страны в своих руках. И долги, как раз там они подсчитывают долги, кто кому сколько должен. И держат все страны такой хваткой. Вот Милей выступает против Центрального банка. То есть за закрытие, сжигать все банки. Он удивил политиков и даже избирателей. Еще на праймерис в августе. Тогда он набрал 30% голосов и занял первое место. А на выборах 22 октября он, уверенно, прошел во второй тур. И набрал 86,59% голосов, друзья. Это невероятное, это невероятное событие, потому что, ну, вроде как, никто и не поддерживает особенно, да? Но это же не все так просто, поддерживают тебя или не поддерживают. Давайте поговорим о характере человека, который пришел сегодня во власть в Аргентине. Этот человек, с него начнется передел всей структуры государственной власти во всем мире. Ну, конечно же, его поставили те, кто управляет нами с вами. Те самые, ой-ой-ой, там наверху. Вот они поставили его, не обожители. Они его поставили. И они через него, то есть с него начнут и будут всех политиков подстраивать под другой ракурс. Система государственной власти должна рухнуть. Та, которая сделана как пирамида. Система государственной власти новая, будет иная. О том, что это будет, что рухнет, система государственной власти в том виде, в котором она сегодня существует. Я говорила еще года два-три назад в предсказаниях и даже где-то в новогодних предсказаниях, что как раз в этом году начнется то, что называется разрушением вертикали власти. В России это также будет. Но мы такой яркий пример видим пока в Аргентине. Итак, лучшими друзьями политика, которому 52 года. Лучшими друзьями политика являются его собаки. Ну, мы помним, у Елизаветы Второй тоже корги были ее любимыми собаками, с которыми она не расставалась нигде. У нашего президента Путина были тоже собаки разномарсные. И даже Сен-Бернар был, я помню, щенка ему дарили. И кого только ему не дарили. И собака кони у него была, которую Ангела Меркель почему-то побаивалась, когда была у него в гостях в Нового Огарева. Но вот собаки у Хавьера Меллея – это его дети. Он их называет своими детьми. И он высказал благодарность за победу на праймерис. Он сказал, что помогли ему его собаки. Все собаки носят имена известных экономистов. Вот как он любит своих собак. Или экономисты вселились в его собак. Все может быть, друзья. Мы имеем дело с Аргентиной. Мы имеем дело с уникальным осиным гнездом, куда переехали все немецкие апостолы власти Третьего Рейха. Заявление о детях, конечно, это метафора, как говорят политики, что собаки – это его дети. Но это не лишено смысла. По утверждению одного автора, Куана Луиса Гонсалеса, который написал книгу о Меллее «Сищенки, клоны» английского мастифа Конана, назван в честь известного художественного персонажа, который на протяжении… Помните, он все время перерождался, да? Перерождался. Горец. И который на протяжении многих лет сопровождал Меллея. Был рядом с ним и скрашивал его жизнь. Пес умер в 2017 году. И хозяин решил его клонировать. Гонсалес утверждает, что Меллей продолжает общаться с Конаном через ветеринара, медиума, который умеет разговаривать с животными, в том числе с мертвыми. Нет, это не шутка, друзья. И не отмахивайтесь от таких вещей. Люди неграмотные. В большей степени, конечно, с низов. Они пытаются отмахнуться. А от добрости вы. То есть они ориентируются на те постулаты, которые были им вдолблены в голову еще в детском возрасте. Но мир так быстро меняется. И ценности тоже приходят и уходят совершенно разные. Так вот, он, если мы верим сегодня тому, что написали о нем, я так понимаю, он занимается экстрасенсорикой и метафизикой. Он также общается с душами умерших. То есть его тянет магнетизм такой, притягивание к миру мертвых у него. А это, друзья, очень говорит о многом. Мы еще, вероятно, будем возвращаться много раз к этим вопросам. Но это очень-очень. Я вам даю такой разбор, который вам никто не даст. Все будут говорить о его политических амбициях. Но нам с вами интересен он как человек. А политические амбиции, друзья, что скажут, то и будет делать. Да, именно так. Никто не самостоятелен в нашем мире. Никуда он не выдернет свои ножки и ручки. Он только их может ими махать. Но управлять им будут сверху, как марионеткой. Как бы ни был он хорош. У него прекрасное ораторское искусство. Он устраивал шоу во время своей компании. И я хочу сказать, это шоу очень сильно действует на людей. Вот это его энергия, с которой он прет на сцене, с которой он бегает, прыгает. На 52 года он прыгает, как молодая лошадка. Он прыгает. И, конечно, молодые люди за ним подтянулись. Молодежь с 18 лет отдала ему. Практически все отдали ему свои голоса. Именно за счет молодежи он выиграл свои выборы. Молодежь пойдет за ним. Пожалеет ли молодежь Дали об этом? Но, друзья, здесь время наше придет, и мы также поговорим. Единственное, что я вам хочу сказать, что молодой политик, ну не молодой уж такой, но этот новый политик в Аргентине, на одном из мероприятий начал размахивать бензопилой. Конечно, сразу породил кучу мемов в социальных сетях о том, как этот Милей покончит с политической старой кастой. Бензопила будет его символом. Инфляция в Аргентине перевалила за 100%. И поэтому вот этот бензопильщик, он уничтожит весь старый буксующий госаппарат. Он его уничтожит. Он с ним расправится. И вот как бы здесь, друзья, не вступил ленинский лозунг экспроприация, экспроприаторов, ну а дальше награбленная. Так всегда. А что нового могут придумать люди, когда у них менталитет один всегда? Чуть больше искажен, чуть меньше, но менталитет всегда один и тот же. Поэтому экспроприация, экспроприаторов, когда у тебя в руках бензопила, то, друзья, здесь мы с вами еще очень многому будем удивляться. И самое главное ведь пример. Когда какой-то пример такой дан в мире, то другие президенты будут опираться на этот пример. И в других странах тоже морально, психологически будут готовы к таким примерам, к экспроприации и к уничтожению класса госчиновников. Ну да, когда у тебя в руках бензопила. Интересное событие, да? То есть пришел человек, который показывает, что он якобы никого не боится. У него даже был такой пример, когда он раскритиковал папу римского Франциска. Папа римский Франциск является аргентинцем. Он оттуда, из немецкой среды. Они все там дети немцев, которые когда-то выехали из Германии. Те самые апостолы Германии, которые выехали, которых осуждал весь мир. Но они выехали в Аргентину. Там они поселились. И вот сейчас их внуки уже размахивают бензопилой и устраивают нам новый мир. Он покажет, что ему мир по коленам. Но все это, друзья, будет показуха. Она будет показуха и управляемость этим человеком, немцам. Он ориец, он немец, с голубыми глазами, рыжими бровями. Я так полагаю, и волосы-то у него рыже-русые. Потому что какие волосы были ему даны при рождении, не знаю. Но брови его и лицо похоже на рыжего человека. И вообще он мне напоминает волка. Посмотрите на него и вспомните, как в каких-то фильмах люди перерождаются в волков, где люди начинают иметь способности оборотней и превращаются в волков. Так вот, этот человек очень похож волчьим взглядом на оборотня. Но это, на мой взгляд, друзья, это просто личное мнение. А как уж оно? Вы же, конечно, не поверите. И я понимаю, что вы не поверите в это. Но взгляд человека, этого прыгающего человека на сцене, весельчака, очень похож на волчий взгляд. Это волк в шкуре свободного либертанца пришел к власти. И символ его бензопила. Вы все поняли? Я, Таня Крацуба, Сеидбурхан, дала вам просто небольшой прогноз и описала, что можно ожидать от этого нового человека. И это событие перевернет весь мир. Оно начнется с точки бифуркации с Аргентины, с этого человека, который далее, который далее очень много даст примеров для всех других президентов всех остальных стран. Пирамидальная власть, госуправление рушится. Будет горизонтальная власть без границ. Мы идем к этому. Это мой прогноз. Разрушаем вертикаль власти и создаем горизонталь власти. Я Таня Крацуба Сеидбур хан 21 ноября 2023 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...